И также был помещен параллельный перевод, то есть параллельно был размещен латинский текст и перевод на украинский текст, это первый перевод на украинский данного текста, ну и на русский, кстати, тоже был первый перевод, да, вот этого очень ценного источника, я не буду комментировать, чтобы не занимать ваше время, и вот продолжая такого рода деятельность, мы уже скорее в виде такой своеобразной серии, хотя это не называется, серии стали выпускать такие сборники «История Украины в книжных памятниках». Несколько лет тому назад, в 2011 году, вышел сборник «История Украины в книжных памятниках 16-17 столетия», и здесь помимо раздела со статьями исследовательскими, есть раздел публикаций, и здесь тоже, наверное, был осуществлен первый такой перевод с французского на украинский раздела любопытнейшей книги «Османское зеркало» для Магдалена, который повествует о очень драматичных событиях, связанных с борьбой за каминец Подольский, с полковениями турок, польши, казачьи и так далее. Ну и я хочу обратить ваше внимание, вот тут мы выступаем уже в роли, собственно, библиографов, да? Также был подготовлен такой солидный раздел «История Украины второй половины 14-17 веков» с писанных источниками фондов научной библиотеки, материалов библиографии. Вот мы тогда начали такую работу, и мы ее продолжаем, потому что в этом году, я надеюсь, благополучно выйдет продолжение фактически такого сборника. Это называется «История украинных книжных памятников конца 17-18 века». И вот это наше стремление к публикации неизданных источников, вводу в научный оборот новых источников, оно также продолжается. Мы ее готовим в сотрудничестве с историческим факультетом университета. И в этом выпуске в разделе публикации будут представлены очень любопытный источник газета «Амстердам». Разумеется, такие некоторые статьи, выбранные из газеты «Амстердам» за 1708 год. Также во французском и украинском вариантов. И, кроме того, многократно еще увеличится этот раздел материала библиотраги, поскольку там более тысячи позиций. Более, по-моему, даже 1200 позиций уже есть. То есть он очень-очень-очень объемный. Да. Спасибо, мои друзья. Что еще осталось? Значит, уважаемые коллеги, мы говорим, что мы надеемся, что издания выйдут в осень. Поскольку в сентябре, в середине сентября, 15-16 сентября, на базе нашего отдела, на базе библиотеки, мы будем проводить очередные книгологические чтения. Стропечатные и редкие издания в университетской библиотеке. Вот под таким названием эти чтения будут проходить в третий раз. Но, в принципе, за последние годы это уже четвертое чтение, книгологические чтения, на базе нашего отдела. И это всегда были международные чтения, к нам приезжалось очень много гостей. Посмотрим, что будет в этом году. Ну и по результатам этих чтений мы публикуем вот такие сборники документов. Это 2009 года чтение, вышедшего на следующий год. И предыдущие чтения, последние были в 2013 году. И также в 2013 году был издан вот такой сборник. Первый вышел в Астропедии, а второй уже в нашем издательстве. Ну, то есть, хотелось бы сказать вам, что библиотека, начиная с 2007 года, ежегодно выпускает свою серию вестника. Вы знаете, очевидно, это издание вестника Одесского национального университета. И этот выпуск, это серия называется «Библиотека обедения», «Библиографка обедения», «Книговедение». Более того, с 2011 года мы выпускаем два журнала в год, два выпуска в год. Это один из последних выпусков 2014 года. И кроме того, что существует печатная версия, вы можете, любой человек может зайти на сайт библиотеки и познакомиться с любыми материалами, с материалами, поскольку все они находятся в репозитарии нашей библиотеки. В университетском репозитарии, да, это очень легко и просто делать технически, так что все материалы вестника практически отражены в интернете. И более того, я вам хочу сказать, что действительно очень хорошо отражены, потому что очень часто, когда мы запрашиваем Google или какую-то другую поисковую систему, нам вот выходит статья известника, поскольку действительно он очень хорошо срабатывает. Кроме этого, с прошлого года у нас на сайте расположен также электронный такой журнал, называется Библиоколлегиум, это так называемый мини-журнал, который также содержит публикации сотрудников в библиотеке. То есть я хочу сказать, что такая вот издательская деятельность и в виде печатной продукции, и в виде продукции на электронных носителях у нас весьма активная, но не расколаживаться мы не собираемся. И, безусловно, у нас самые такие почетные для нас и самые трудоемкие издания – это каталоги. Так было всегда, так есть, я думаю, что так будет. Да, потому что все-таки это наше главное предназначение, и, в общем-то, это те издания, которые дольше всего живут, да, которые переживают там и многие художественные произведения, и, безусловно, многие научные публикации, да, это фактически вот книги, которые не устаревают, да, это справочная литература, это каталог. Я с удовольствием предоставляю слово «майн-насимирование», и сейчас она как раз посевали за мной, что нас в России.